Детали, которые могут вернуть человеку движение, сегодня просто распечатываются в камере 3D-принтера. Всего за несколько часов, имея исходные данные, можно вырастить эндопротез для любого поврежденного сустава. В лаборатории аддитивных технологий Самарского университета разрабатываются способы изготовления самых разных деталей. И не исключено, что первые отечественные эндопротезы могут быть изготовлены именно в Самаре. Для эндопротезов любых к ним требований везде одни и те же. Очень высокие технологии, очень высокая степень частоты обработки. И мы сейчас не производим отечественных эндопротезов вообще. Мы их закупаем все. Хотя в 60-е годы мы производили эти эндопротезы в Москве, в Центральном институте травматологии и ортопедии. Там было не серия, там десятки тысяч или тысячи, но это были очень хорошие протезы, очень высокотехнологичные, очень надежные и относительно простые. В Самаре проблемы биосовместимости эндопротезов занимаются всего полтора года. Но есть большой международный опыт. В частности, университет Жана Мане во французском городе Сент-Этьен разрабатывает материалы и способы протезирования уже десятки лет. Плюс высшая горная школа в Сент-Этьене, крупнейший во Франции госпиталь Северный, лаборатория Сен-Биоз. Сегодня ректоры сразу двух самарских вузов подписали соглашение о сотрудничестве с этими компаниями. Самарские ученые смогут пройти стажировку во Франции, а специалисты из Сент-Этьена будут приезжать в Самару, чтобы помогать нашим ученым оттачивать мастерство. Аддитивные технологии можно использовать для здоровья человека только тогда, когда материалы, из которых делают те же эндопротезы или какие-то другие элементы, настолько будут приемлемы для вживления, что у нас не будет сомнений. И вот это большой пласт работы. То есть сами аддитивные технологии уже понятны, они реализованы во многом, а вот исследования с точки зрения их адаптации в биоматериал, вот это очень серьезная большая работа. В Самарской области проводится больше двух с половиной тысяч ортопедических операций в год. Это те, которые требуют замены сустава. А всего в России требуется больше ста тысяч таких элементов. Пока все они зарубежного производства. Сотрудничество с французскими учеными поможет наладить их изготовление здесь. А это значит, что в перспективе получить высокотехнологичную помощь при сильных травмах можно будет буквально в течение суток. Олег Зверев, Константин Головин. События.